Сайт Runbox – счастливая находка. Откройте для себя бездну подарков и выгодных приобретений. Что приготовила Darknet-коробка лично вам? Загляните и узнаете. Подарки в каждом боксе – просто огонь. Например, iPhone X, XS, Xbox, MacBook. Не желаете покупать кота в мешке? И не надо. На сайте есть бесплатная коробка. Авторизуйтесь посредством ВК, пополните баланс на символическую сумму и классный приз ваш. Уйма реальных отзывов. А перейдя по ссылке в описании, получите 50 рублей плюс 20% бонуса на депозит. На свой счет. Вот. И не люблю людей, которые быстро переобуваются. Вместо того, чтобы сказать, Василий, мы выросли на этой музыке, и как бы ты имей совесть. Вот. В общем, яичек у парней не хватило. По поводу Васиных высказываний в районе гениталий, ну, понятно, что у чувака проблемы с этим. В связи с весом и так далее. Поэтому дальше мы это обсуждать больше не будем. Вот. По поводу новых треков. Новые треки готовятся. Вот. На самом деле, очень много творчества, которого вы наверняка не слышали. Ну, так что, прошерстите еще разок интернет, и я думаю, что вы найдете для себя очень много нового в плане моего творчества. Вот. Надо просто писать где-то на русском, где-то на английском, дабы выдавало разную инфу. Вот. Попробуйте в Ютьюбе. В общем, у меня записано там в районе шести альбомов еще куча всякого экспериментального дерьма, поэтому я не знаю, что все рассказывают о том, что типа нету нового, нету нового. Но каста только третий альбом в течение семнадцати, двадцати лет записали. По поводу подплетения, я подплетаться стараюсь как можно чаще в последнее время. Ну, так получается где-то раз в месяц, когда ребята из Prodred свободны, они меня в последнее время очень быстренько и очень качественно подплетают. И это очень-очень-очень мне помогает в жизни, потому что самому подплетаться очень сложно. Руки немеют. На презентации альбома Степа ставил, да, я пытался исполнить новую композицию под названием «Неважно, кто там руля». Вот, но я, видимо, еще и не совсем хорошо подучил, так что стараюсь ее еще пока не исполнять. В общем, как она будет в записанном варианте, тогда, я думаю, все мы ее услышим. Очень прикольная песня получилась. Екатеринбург. А по поводу гастролей, ну, ребята, не стесняйтесь, дергайте своих организаторов, там, кто у вас есть в городе. В общем, говорите, что это прекращает, пускай, заниматься монополией с этими лейблами, которые просят, там, по миллиону за артиста и, как бы, пусть начнут приглашать нормальных артистов. Потому что, условно, теле и радиоэфир забит одним дерьмом, а на гастроли ездят совершенно другие люди и выступают. Это, конечно, очень странно. По поводу концертов в Москве, в Москве пока ничего не планировалось. Вот, по крайней мере, до осени точно. В Питере тоже. В Питере, вот буквально недавно было три концерта подряд. Я планирую тоже. А, в Питере будет на усадьбе, усадьба джаз, нет, не усадьба джаз. Там будет мероприятие, посвященное Виктору Цою. И 9 июля я выступаю в Питере на большом мероприятии, посвященном творчеству Виктора Цоя. Там будут ребята играть в фанк, и я буду зачитывать классику олдскульного хип-хопа. В общем, можно прийти заценить. Вот тут умники про Газ Гольдер, там что-то пишут. Ребята, вы что делаете вообще у меня на профиле? Как бы вам в другое место надо идти. Вот. В Украине было круто. Z Games, да, на Затоке. Я надеюсь, что в этом году мне тоже удастся попасть на это мероприятие. Очень интересно, очень позитивно, много людей. В общем, супер. Много спортивных всяких мероприятий и так далее. Боимиксеры, скейтеры, там кого только не было, брейкдансеры. Короче, в общем, было круто. Минске пока что-то давно, Минск не приглашали. Не знаю, видимо, это не очень интересно для них. По поводу Кизару, я его видел в Питере, меня бит с ним познакомил. А потом в какой-то момент я узнал, что он уже скрылся в Испании. В общем, история прикольная, на самом деле, показательная очень. Соответственно, не знаю, по поводу творчества, конечно, ему еще надо много работать. А по поводу вообще общей истории, это, конечно, уникальная история. Совместки с Чеком были. Я надеюсь, что появятся в какой-то момент. Пока мы не сильно плотно общаемся. Он, я так понимаю, сейчас делает в первую очередь что-то, что нравится ему. Вот, и он серьезно работает над вокальными данными. В общем, ну, человек молодец, как бы, в плане музыкальном, он красавчик. С олигархом, да, они меня, короче, просили прислать акапеллу 1033, а он вышел на счет пока ничего. Но я думаю, что мы что-нибудь придумаем более эксклюзивное, интересное. Вот, с парнями мы не на одних, точнее, на многих выступлениях пересекались. Вот, они приезжали на мои концерты, я на их. В общем, мы общаемся вроде на позитиве. Парни тоже молодцы, мне нравится, что они делали. В Казани я был буквально недавно. Там более давно не был. По поводу режиссеров, операторов. Стараюсь использовать всегда новых, неизвестных людей, ну, дабы дать этому какое-то движение, чтобы все-таки начинающие режиссеры, операторы вдохновлялись тем, что, ну, известные артисты пользуются не только услугами известных операторов и режиссеров, но и начинающих тоже. Ну, вообще, из всех последних работ Андрей Тривгода, который снял клип на «My Own Song», он, наверное, один из лучших, с кем я поработал последние пять лет. Вот. Это очень качественное видео, и я надеюсь, что мы с ним еще поработаем. Как раз вот сейчас я хотел снимать клип на «Made in Brazil», и я думаю, что я к нему обращусь. Насчет Ростова. В Ростов я не поеду. Ну, пока точно. Краснодар тоже. И это огромная благодарность лейблу «Газгольдер», который портит не только свою репутацию, репутацию своих артистов, но еще и репутацию целого региона. «Сургут» пока не звали. Мое хобби – музыка, так же, как и моя работа. И биология, химия, физика и психология. «Саратов» пока не приглашали. Ну, на самом деле, я очень жду приглашения от вас всех, и я уверен, что будет круто по-любому. Сейчас у меня новая программа. Я играю диджей-сеты, параллельно читаю свои треки, параллельно играю разные стили. От хип-хопа и регги до фаволы фанка и хаоса, и техно-музыки. В общем, я экспериментирую во всех стилях. И вот буквально, буквально с прошлой недели будет запрет для организаторов на старые треки. В общем, немного поднадоели, я так понимаю, людям, которые действительно нравится моё новое творчество, поднадоели постоянно старые засылы. Поэтому в основном на последних, на последующих концертах будет всё новое по максимуму. Нет, фру-фру, сегодня я не курил. Сори, ты не угадал. Камчатка, привет. Вот недавно у вас был Тюмень. Мне много кто импонирует из современного рэпа. У меня, кстати, тут тоже был пост по поводу Хаски. Что Хаски – это то, кем хотел бы быть, наверное, Тимати. Ну, в плане творчества. На самом деле, просто они внешне похожи. Я провёл такую параллель. Мне очень нравится техничность и построение рифмы. Мне нравятся биты. Но манера исполнения похожа на чувака из полицейской академии. Был тогда Боб Кэт, который такой... Если кто смотрел полицейскую академию, ну, там, моего возраста люди, они наверняка понимают, о чём речь идёт. Боб Кэт – это, типа, гангстер, который там переобулся и пошёл в полицейскую академию. В общем, смешно разговаривает. По сути, как бы, будь я чуть помоложе, я бы, наверное, слушал это. Но поскольку в силу своего возраста я немножко не могу слушать именно вот... То есть, мне нравится, как там посыл и так далее, но мне немножко не нравится стиль исполнения. Вот. Поэтому я так и написал, ну, типа, не со зла. Ну, на самом деле, просто провёл некую параллель. В каких отношениях с Тимуром? Ни в каких вообще. Разные берега вообще. Киев, привет. Фильм посоветую. Посмотрите фильм «Ля антенна», например. Очень прикольный фильм. Коля Маню, я говорил, сегодня очень круто выступил. Вот. Это один из немногих дэнс-холл-исполнителей на российской сцене, который делает действительно качественный дэнс-холл. И, ну, и не ломится никуда там. Ни за бабками, ни за популярностью, а просто делает своё дело. Ты мне писал про цацки. Пока на паузу я поставил этот момент. У меня есть кое-какие идеи на этот счёт, но пока я не буду рассказывать. То есть, мы делали тестово несколько коллекций. не массовых, эксклюзивных. Вот. И в дальнейшем, я думаю, что как только мне удастся попасть либо на Бали, либо в Го, я опять этим займусь. Пятый десяток пошёл. Так это же даже не половина, судя по... Я как бы вообще 450 собираюсь, поэтому пятый десяток – это так ещё... Это ещё молодой совсем. Ну, мне сказали, что в Уфе было не очень много рекламы, хотя в интернете было достаточно. Вот. И что пришло бы гораздо больше народу, если бы было больше рекламы. Но сегодня ещё Макс Корж здесь выступал. Короче, здесь, я так понимаю, ещё было несколько мероприятий. В Твери, ну, в Твери вообще, ну, как бы последний раз, когда мы приезжали с Никуаном, с Пятиплюхом, и со мной, там, в один из немногих разов поехала жена, и увидев, как в её, там, условно, ну, в городе, где она, там, какую-то часть времени, какую-то часть своей жизни провела, она увидела, как девочки реагируют на наше появление, она говорит, ну, чё, говорит, похоже на Битлз, говорит. Я, говорит, только такое видео про Битлз видела. А так, да, предыдущее выступление, конечно, там организаторы провахлили по пиару. Вот, по поводу, ребят, по поводу Бали, у меня, конечно, я вот не понимаю туда ехать, типа, одному, ехать с семьёй, обычно там что-то говорят, что там все ссорятся, что там такая энергетика, типа, своеобразная. Поэтому я так в раздумиях. Про новый альбом я сказал, чтобы к сентябрю, промежуточный будет чуть раньше, вот, но основной будет к сентябрю готов. Ну, во-первых, у меня нет врагов, просто теперь я не воспринимаю ни то, ни другое, хотя я не воспринимал их сразу особо, как бы. Ещё оба говна лейбла, на самом деле. Кёнигсберг, да, отлично. А в Кёнигсберге, кстати, скоро будет выступление, если что. По поводу книг, у меня как раз будет, у меня как раз будет в воскресенье интервью, большое по литературе, и, ну, я думаю, что в ближайший месяц оно выйдет в сеть, и там как раз я опишу всё, что было бы интересно почитать, и как это читать, с кем это читать, и зачем это читать. Вот поэтому не сегодня, а скоро появится развернутое интервью. Как я отношусь к ЦАО? Это центральный окружной округ Москвы? Хорошо отношусь к ЦАО. Если вы имеете в виду группу, то её уже как бы и не существует. Да, я до сих пор могу сделать черепаху на руке, если что. Не, ну, зачитывать я не буду. В прошлый раз я начал зачитывать, и сеть начало глючить. С Мезой нет, что-то я давно его не видел. Мезой вообще на Блэкстаре подписан, поэтому я там не знаю, почему до сих пор там висит у нас в гастрольном графике, вот, что мы организовываем гастроли. Ну, в общем, к Мезе никаких вообще претензий, просто как бы... просто вот так вот. Интервью у Дудя я, наверное, давать не буду, потому что у всех он уже взял интервью, соответственно, что мне там делать-то? Там уже всё-всё сказали. Сейчас будут всякие разные другие блоги, они стартуют, и мне кучу пишут запросов, так что я думаю, что я в других передачах лучше поучаствую. У меня уже и так нормальные рейтинги. У меня очень жена напрягается, когда я выхожу в прямой эфир, она говорит, всегда фиговый свет там и так далее. Поэтому я как можно реже стараюсь выходить в прямой эфир. Я стараюсь выходить в прямой эфир, чтобы не расстраивать, как я отношусь к Богдану.